Телеканал КРТ представляет Здравствуйте, товарищи! С вами, как всегда, передача «Левый взгляд» и мы ее ведущие Александр Михаил Кононович. На этой неделе прошла акция в городе Киеве возле посольства Республики Беларусь в поддержку избранного президента Лукаша. За батька! Батька, вперед с тобою, народ! 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 Рад видеть вас, приветствую, что вы пришли сегодня на нашу акцию, на наш митинг в поддержку Лукашенко и Республики Беларусь. Хочу напомнить всем, что происходит после выборов в Республике. Там под воздействием США и Евросоюза готовится государственный переворот, и об этом нужно честно и прямо говорить. И переворот будет по сценарию Украины. А что такое сценарий Украины, мы все прекрасно с вами знаем. Это гражданская бойня противостояния нищета и унижения. Я, как этнический белорус, как глава белорусской общины Сябры-Волыни, обращаюсь к землякам своим, не дайте растоптать свою родину, не дайте растоптать свою землю. Оппозиция, поддерживаемая Западом, она же как говорит, вот мы придем и заживем, но мы уже зажили, нам-то не надо рассказывать. Еще хочу своим землякам белорусам напомнить, в 2014 году после госпереворота, наш офис белорусской общины в городе Луцкий, один из первых был разграблен и сожжен, подчеркиваю, разграблен и сожжен. Все преступники идентифицированы, они все известны, но никто не понес наказание, никто. Это чтобы белорусы знали в назидании. И они думают, что придет Запад и расцветут их заводы. Знаете, что будут, дорогие земляки, будет с вами? А будет с вами так. Рассорят, разорвут, уничтожат промышленность и продадут вашу землю. А продадут землю так же, как и у нас. Если вы думаете, что вы уникальны, вас это не коснется, коснется. Продадутся копейки за гроши и вы будете побираться по Европе, как сейчас побираются украинцы. Знаете, есть хорошее такое выражение. Что будет с вашей промышленностью? Прощай МАЗ, прощай БЕЛАЗ, здравствуй польский унитаз. Вот что будет с вами. И, дорогие друзья, сейчас тут будут выступать и другие наши коллеги, товарищи. Я что хочу самое главное сказать. Это очень важно. Этот митинг организовали этнические белорусы, а главное коммунисты Украины. Мы сюда пришли, ряд организаций общественных, и ЗУБР, и Союз Советских Офицеров, и Комсомол Украины. Я хочу просто, чтобы и белорусы, и все знали, то, что говорит наш режим Зеленского, украинская власть по отношению к выборам в Белоруссии, по отношению к самой Белоруссии, это не мнение украинского народа. Мнение украинского народа вы видите вот здесь и сейчас. Потому что мы один народ, мы братья, и мы переживаем. А всем землякам хочу еще раз сказать, белорусы, где бы вы ни были, где бы вы ни проживали, поддержите своего президента Лукашенко, легитимного, который победил 80%. Не поддерживайте прозападные силы, которые хотят уничтожить вашу родину. Еще что главное хочу сказать. Хочу обратиться к коммунистам Российской Федерации. Хочу обратиться к коммунистам Молдовы. Передаем вам эстафету митинга. Проводите в Кишиневе и в Москве митинги возле белорусского посольства в поддержку президента Лукашенко. Хочу обратиться к европейским левым партиям. Греции, Португалии, Испании, Франции, Финляндии. Проводите митинги в поддержку Белоруссии, в поддержку республики и в поддержку Лукашенко. За Лукашенко, за Беларусь. Сочетать обращение белорусской общины Себры-Волыни к соотечественникам. Земляки Себры, мы, белорусы-волыни, проводя возле белорусского посольства в Киеве, совместно с представителями компартии, антифашистского комитета, союза советских офицеров, комсомола Украины, всеукраинской организации «Зубр», акцию по поддержке трудового народа Белоруссии и ее президента Александра Лукашенко. Обращаемся к вам в эту страшную черную годину для всех нас, белорусов, вне зависимости от места проживания. Наша Родина в огне, в огне неправды и внешней агрессии. Мы, белорусы Украины, как никто, имеем право говорить о ситуации, которая сложилась на нашей исторической Родине. Ибо мы пережили все это, что, не дай Бог, придется пережить вам, земляки. А это и гражданское противостояние, и война, и ненависть, и нищета, и унижение не только лично для многих из вас, но и целой страны. Мы хотим напомнить вам, что во время государственного переворота на Украине в 2014 году офис белорусской общины Сябры-Волыни в городе Луцке был разграблен и сожжен один из первых, а преступники так и не были наказаны, хотя их личности установлены. Тысячи... Тысячи... Подержите. Извините. Тысячи семей бежали из Украины в Белоруссию на свою историческую Родину, спасаясь от погромов, преследований и репрессий со стороны правящего олигархического режима и украинских националистов. Земляки, знайте, США и Евросоюз готовят кровавый государственный переворот в Белоруссии. Его сценарий уже написан, и роли распределены. Вас толкает на кровавую бойню. Когда они расправятся с легитимной властью, они возьмутся за вас. За ваши заводы, фабрики и предприятия. В конце концов, вы лишитесь и своей земли, а значит и Родины. Ее, землю, так же, как и у нас на Украине, будут распродавать с молотка за грошей. Вы лишитесь чести, достоинства и гордости. Будете искать унизительную работу у польских латифундистов. Вдали от ваших семей, как это произошло с украинцами. Себры, братья, призываем вас сплотиться вокруг законно избранного президента Александра Лукашенко и отстоять нашу общую родную Белоруссию, ее независимость и мир. Оставайте всегда гордыми и честными. И не дайте в обиду ни себя, ни нашу родину Белоруссию. За Лукашенко, за Беларусь. За Лукашенко, за Беларусь. За Лукашенко, за Беларусь. Акцию проводила белорусская община Себры-Волыни, это этнические белорусы, при поддержке коммунистической партии. Что мы хотели донести этой акции? Самое главное мы хотели донести, что мнение режима Зеленского и украинских властей очень отличается от мнения простых граждан Украины. Мы, граждане Украины, за Беларусь, за мирную Беларусь и за избранного президента Лукашенко, который набрал 80%. Мы говорили уже тысячу раз, какие внятные претензии может предоставить оппозиция у нарушениях? Никаких. То, что им говорит Запад, то они и озвучивают, то они и говорят. Ничего нового они не придумали. Дорогие, еще раз хочу обратиться, земляки, вы по видео сами видели, что будет с Беларусью. Уничтожат промышленность, так же как у нас уничтожили завод Антонова, Южмаш практически, Мотор Сич, ЗАЗ, ЛАЗ, ЛУАЗ. Все эти гиганты промышленные, все уничтожено. И так же, как я и говорил, прощай МАЗ, прощай БелАЗ, здравствуй польский унитаз. Вас ждут польские латифундисты, белорусы, земляки, вы что этого не понимаете? Вас ждут латифундисты, белые рабы, так же как и украинцы, ждут вас. Вы будете от семей оторваны на десятилетия. Вы в 25 уедете, приедете в 55. Все, грубо говоря, с нашим уровнем жизни глубокий старик. Вы не увидите, как растут ваши дети, вы не увидите, как они пойдут в школу. Если жена с вами поедет, на бабушку детей оставите. А если поедете без земли, ну как это, жена тут практически 30 лет сама, это же бардак, это не семья, это глупости. Вот какую участь вам уготовил западный мир, так называемый. Еще что хочу сказать. По земле. Это очень важно. Что произойдет с землей? Продадут землю, а значит что? Продадут родину. У вас не будет родины. У вас будет земля, вы на нее будете смотреть, но это не ваша земля. Превратят Белоруссию в грядку. Что будет выгодно для Европы? Для Европы будет выгодно рапс, семечка, картошка. И будут вывозить все на запад. Фирма, я купил землю, что хочу, то ворочу, то я на ней буду сажать. Вы будете рабы на своей земле. Белорусы, поймите, вы будете рабы. Вы купит латифундист из Германии, Франции, а вы будете на него батрачить. Это как такое может быть? Вы что, с ума там посходили? Вы помните, что вы делаете? Что вы там выходите? Я хочу сказать еще из-за оппозиции. Красно-белый флаг. Это что за флаг? Это флаг евро-нацистов. Это флаг коллаборантов и преступников. Его сразу вешали после оккупации. Появился этот флаг, уважаемые товарищи, друзья. Хочу напомнить. В 1918 году, когда Белоруссия и Украина в том числе была оккупирована германскими войсками. Вот именно тогда и появился этот флаг. Кстати, я вам больше скажу. Этот флаг появился, желто-блакитный появился тогда. В то же время. То же самое. При Петлюре. И еще. Хочу, уважаемые телезрители, вам сказать, что после поддержки канала КРТ, законно избранного президента Александра Григорьевича Лукашенко, в том числе и из нашей передачи, сегодня режим Зеленского лишил лицензии канал КРТ. Так что, уважаемые друзья, не ленитесь, смотрите наши телепередачи и контент качественный, объективный, транспарентный, честный контент смотрите в YouTube-канале. А также на телеграмм и других мессенджерах. 21 век. И действующий режим, я вам так скажу, режим недемократический. Он пришел недемократическим путем и действует недемократическим путем. Поэтому, прежде чем давать советы белорусам, как развалить свою страну, белорусы умные люди, они не послушали их. Так вот, вы, господин Зеленский и ваша компашка, знаете, что свободу слова и слово правды вы никогда не задавите. А канал КРТ работал и будет работать во имя народа Украины. Что еще хочу сказать, дорогие друзья, по телеканалу КРТ. Почему запрещается телеканал КРТ? Говорил еще раз и буду говорить. Потому что телеканал КРТ это народный канал, который не нужен режиму, не нужен власти. И еще что хочу подчеркнуть. Канал КРТ единственный, единственный на Украине, который предоставляет площадку абсолютно всем политическим партиям и силам. Мы коммунисты можем, может Савченко сидеть, может сидеть все, все кто угодно, националисты. Даже блаженный Гордон. Блаженный Гордон, космический идиот. Любой человек. Вот что такое телеканал КРТ. Именно за честные новости, именно за честный взгляд и именно за левый взгляд запрещается телеканал. Это и есть демократия, господин Зеленский. Что такое плюрализм мнений? Это многоголосье. Почему есть путь прозападный, антироссийский, антицерковный, антиславянский, античеловеческий? Почему он единственный правильный, а путь гуманизма, мира, федерализации это путь преступный, по вашему мнению? Разве так государство строится? Так не строится государство. Знаете, что еще хочется? Вот хочется белорусам напомнить. Вот белорусам еще очень хочу напомнить. Смотрите, Сябры, как украинский режим поступает с оппозицией. С телеканалами, вообще с оппозицией. Сейчас мы к этому придем. Как она действует? На демократической Украине можно все. Это что Украина? Про европейская держава. Демократична. Все супер у нее, так отлично. Что она делает с оппозицией? Телеканалы запрещает. Офисы жгет. В том числе и этнические офисы белорусской общины. Офисы политической партии. Молотками проламывает головы оппозиции. И сбивает битами. Вы посмотрите, опусти вату их, не эта акция. Уничтожает, делает все. Это демократично. А 15 тысяч трупов на Донбассе? Вот это 15 тысяч трупов на Донбассе. Абузина. А может быть президенту Лукашенко взять на вооружение эти демократичные методы борьбы с оппозицией? Вот вы представляете, если бы Лукашенко делал то, что сейчас делает режим Зеленского до этого Порошенко после государственного переворота в 2014 году. Трупы, унижение, избиение, сожжение – это светоч демократии. Лукашенко хочет навести конституционный порядок, что он и сделал. Тиран, подлец, наглец. А может, понимаете, у этих красно-белых пучистов, у них, наверное, знаешь, Миша, какой символ демократии? Можно все делать, запрещать каналы, избивать, но главное провести гей-парад. Вот это для них… Это очень важно. Только я хочу вам объяснить, господа, что гей-парад – это не признак демократии. Это тавро-раба. Вы посмотрите, тавро-раба ставится, когда ты чья-то собственность. Когда прозападные силы путем госпереворота захватывают власть в любой стране, там обязаны пройти гей-парад. Это как тавро-раба. Это очень стыдно и унизительно. А пусть госпожа Тихановская расскажет своей бабушке, если она жива, или дедушке, что им надо обязательно сходить на гей-парад, чтобы долучиться до демократичных ценностей. И посмотрим, что та бабушка оторвет розги, и я думаю, так даст этой Тихановской компашке, что и ОМОН не понадобится. Ну, еще что, говоря там, вот Польша нам поможет, все будет отлично. Где-то я это слышал за границей. Да, за границей нам поможет, как у Ильфа и Петрова. И смотрите, кто нам будет помогать. Это же тоже очень важно. Кто нам будет помогать? Поляки, которые на дотациях. Не забывайте, товарищи, друзья, вся Восточная Европа, посмотрите от открытой информации. Вся успешная Европа, которая нам показывает, вся на дотациях. И распродана, Миша. И распродана. Чехия, Прибалтика, Венгрия, Болгария, Румыния, Польша. Кстати, Польша, вот говорят наши деятели, от поляки, поляки такие успешные. Польша получает дотации от Евросоюза и США больше, чем вся Восточная Европа вместе взятая. Улавливайте, какую ставку сделали на поляков, какую ставку сделали на них, чтобы эту витрину сделать для белорусов и украинцев. Знаете, что меня еще удивляет в белорусах, в земляках, братья белорусы, земляки. Как вам еще объяснять, что вам еще говорить? Я был, кстати, участником Сомольского строя отряда, более того, я был руководителем строя отряда от Украины. Мы строили стадион Динамо и другие объекты в городе Минске. Это был 15, 16, 17, 18 годы. Это вот к Олимпиаде студенческой мы вот это все делали. Трудовой коллектив БГУ, Белорусский государственный университет. Ну и там строят ряд из других регионов. Ну, толпа, не знаю, ну может около тысячи. Выступаю я перед ними и говорю. Ребята, только качнетесь, только начинаются вот эти вот прозападные шпильки вам вставлять, а вы начнете на них реагировать, только вам будут дуть в уши, что вы будете жить как бельгийцы, вы будете жить как французы, только будьте свободными. У меня вопрос, как нищий человек может быть свободным? Вот как на Украине может быть свободный человек, когда он за кость готов прирезать родную мать? И не будете вы жить как бельгийцы и французы? Ну, говорил я вам тысячу раз об этом. Мы не бельгийцы и не французы, мы славяне. А по одной простой причине, почему мы не можем жить так, как бельгийцы и французы. Мы уже говорили в рамках этой телепередачи и на разных других площадках, Европа на крови, на костях построена. Она, смотрите, маленькая Бельгия, что, Конго не умылась кровью? Патрис Лумумба не был уничтожен? Герой африканского народа, который что, хотел? Создать соединенные страны Африки, соединенные штаты Африки. Ну, грубо говоря, что в этом плохого объединиться для более успешного продвижения? А главный лозунг Лумумбы был, нет империализму и колонианизму. И что поступили бельгийцы такие красивые? Убили. Что французы поступили, как с Каддафи поступили? Уничтожили. Так вот, дорогие друзья, славяне, товарищи наши. Ну, не обязательно славяне, а вот наш мир, грубо говоря. Восточная. Восточно-славянская цивилизация. Мы готовы резать и убивать, как западный мир, для того, чтобы ходить по чистой брусчатке. Я такой брусчатки не хочу. Я не хочу расценивать своего соседа, брата, друга, товарища, как конкурента. Я не хочу с детства, чтобы моего сына учили, что это не друг, это твой конкурент. Давай, делай подножки, подставляй. Так не должно быть. И посмотрите, пожалуйста, кто жил на Западе. Наши даже друзья, те, которые уехали в Соединенные Штаты жить или на Запад, все сидят на антидепрессантах. Почему? Вы не заметили, как спят коты в дикой природе или вообще кошки? Они спят в напряжении, они никогда не расслабляются. Никогда не расслабляются. Только кастрированные отключаются без задних мах. Человек не может жить в таком состоянии, все время быть в напряжении. У человека идет сбой. Почему в скандинавских странах самый высокий уровень жизни и самая высокая суицидальная статистика? Потому что человеку не свойственно жить в джунглях. Кто хочет в этой немножечко парадигме разобраться, советую посмотреть... Вселенная 25. Вселенная 24. 25. Вселенная 25, извините. Это об социальном эксперименте на крысах, на животных. Что нам западный мир, какую нам судьбу. Я в двух словах скажу. Провели эксперимент среди разных популяций крыс. 25 раз проводили эксперимент и 25 раз подтверждался итог. Все вымирали. Что было сделано? Дали пищу и воду. Строительный материал. Дали всего вдоволь. Всего вдоволь. И что началось? Распадаться социальные связи. Что такое социальная связь? Мама должна ухаживать за детьми. Папа должен работать, зарабатывать. Охранник должен охранять. Доктор должен лечить. Строитель строить. И вот когда распадается социальная связь, когда нам говорят родитель один и родитель два. Рушится социальная связь. Все 25 колоний подопытных погибли. Вот что нас ждет. Пожалуйста, посмотрите. И возвращаясь к выступлению перед стройотрядами, строителями, студентами БГУ Белорусского государственного университета. Говорю, что будет поэтапно. Объясняю. Вы понимаете, белорусское общество в чем проблема? Они в теплой бане. Инкубатор. Что они отвечали мне, белорусы? В нас такого не будет. В нас такого не будет. Я говорю, они говорят, у нас нет националистов. У нас нет, как у вас, русские, украинцы, этнический состав примерно наполовину. У нас все-таки больше белорусов. Таких проблем нету. Двуязычие. Я им говорю, ребята, за бабки американские найдутся и националисты. И коллаборационисты. И коллаборационисты. И верой начнут. В Белоруссии 17% католиков. Католическая церковь Белоруссии уже говорит, мы можем не признать выборы. Это в открытую. Что начинается на митингах? Посмотрите в YouTube каналах. Это везде сейчас есть начало. Москалей на ножи. Отдельная церковь. Мы потом еще коснемся, что оппозиция какую участь уготовила. Миша, и ты напомни телезрителям, где основной дебош происходит. Гродно. Гродно и Брест. Это все территории бывшей Польши. И под гидой этой же Польши. А нам втирали, что у нас моно-страна и у нас такого раскола не будет. За 30 серебрников, к сожалению, у любого народа найдутся. Ну и принцип стадности. Не забывай. И что произошло? Вот я сейчас многим друзьям звоню и в Беларусь. Ну, у меня там все родственники. Ну и что? Говорю, ты помнишь мое выступление в 2015 году? Сразу после госпереворота и гражданской войны. Ну и что? Он говорит, Миша, мы не думали. Мы никогда не думали, что у нас такое возможно. И что люди пойдут и начнут действительно орать, не понимая, подчеркиваю, даже не понимая, рабочие Маза, Белаза пошли... Даже пролетариат. Да, люмпен пролетариат, как оказалось. Они даже не понимают, к чему они толкают свою республику, к чему они толкают свою родину. Вот что самое страшное. В чем, я как считаю, в чем просчет Белоруссии? Это нету качественных контентов в интернете, нету телеграм-каналов действительно прогрессивных. Видите, они сидят в Польше, ну, за ними машина идеологическая, целая европейская, та, что клином расшатывала и Советский Союз, это понятно. В Белоруссии, в белорусской власти Лукашенко сейчас нужно на модернизацию, телевидение, вести телепередачи, самое еще главное идти в школы, меньше рассуждать за речь Посполиту, за Польшу. А то там в Белоруссии тоже иногда героев поднимают на счеты, те, которые воевали в составе или княжества Литовского, или в Речи Посполитов с русскими. Не надо этого знать и говорить, у нас общая история, у нас легендарное условие. Меньше латинского. Меньше латинского, агрессивного западного. У нас есть чем гордиться, у нас своя история, у нас все свое есть, нам не надо этого западного бреда. И белорусы, дорогие наши земляки, сплотитесь вокруг Лукашенко, станьте Брестской крепостью славянства нашей цивилизации на пути латинских крестоносцев и американских коллаборантов. Не допустите, вы последний форпост, мы, белорусы Украины, белорусы по всему миру, должны поддерживать президента Лукашенко. Я не зря возле посольства Республики Беларусь передал эстафету митингов коммунистам Российской Федерации, коммунистам Молдовы, коммунистам Советских Республик, бывших и левым, и коммунистам Европы. Чтобы греки, португальцы, испанцы, французы, все поддержали, все выходили к посольствам Республики Беларусь и поддержали и Республику, и социалистический путь Республики, и президента Лукашенко. Станьте Брестской крепостью, сплотитесь вокруг Лукашенко. И не даром, и Миша, и мы в этой телепередаче говорили, что идут расколы, попытки раскола. И в первую очередь идут по церковным. Уже вы слышали, что уже хотят упразднить белорусский экзерхат и сделать свою автокефальную церковь. Уже Варфоломей опять начинает, знаете, будирует США эту всю тематику и развалить. А Беларусь, они очень быстро хотят развалить. 17%, как Миша сказал, католики. Потом сделают раскол православия. И вот тебе и начался дебош и гражданский конфликт уже в Беларуси. На религиозной почве. Хочу подчеркнуть, товарищи, религиозные войны самые кровавые и беспощадные. Вы прекрасно, кто интересуется историей, новейшей историей. Что с Ливаном стало в середине 80-х? Какая там война началась? Когда какая резня началась? И все на почве. И все на религиозной почве. И, к сожалению, в 21 веке эта карта, как говорится, бита. Разыгрывается. Опять разыгрывается. Так что хочу. И еще. Сейчас, товарищи, посмотрите видео. Посмотрите видео о священнике Белорусской Православной Церкви. И как оппозиционеры на него реагируют. Так, друзья мои дорогие. Друзья мои дорогие. Друзья дорогие. Я понял, о чем речь. Это священники Московской Патриархии. Они все за Москву. Они все против Белорусской. Вы представители Московской Патриархии. Прошло 6 лет с того момента, когда произошел государственный переворот в 2014 году. И гонение, беспрецедентное гонение на Украинскую Православную Церковь. Сейчас УПЦ гонимо, как христиане в Древнем Риме. Но и тогда, и сейчас христиане выстоят. Потому что вы же видите, кто верующий человек. Он настолько искренний и сильный духом, что вот этим безбожникам, которые за 30 серебряников продали и родину, и веру, и церковь, и родителей своих, они проиграют. Так вот, недавно исполнилась годовщина, не годовщина, а 4 года блаженный митрополит Ануфрий, как вступил в должность. Или 4, или 5, я уже... Это не важно. Да, извините, не сильно сведущ в религиозных моментах. С того момента, когда блаженнейший митрополит Ануфрий возглавил УПЦ, было открыто 27 новых монастырей. Из 11 970 священников стало 12 301. Вы представляете, какое количество увеличилось? Почти на полторы тысячи. На 556 человек монашествующих лиц увеличилось. И женского, и мужского монастыря. И теперь посмотрите статистику по этим... Пцу, Сцу, что у них там. Там я уже не знаю, какие... Обзывательские слова. Нет, так это их название официальное. Ну, Сцу, вот... Пцу, Пцу... И вот эти раскольники. Запомните, та церковь, которая не имеет монахов, или там жиждится без монахов. Это просто проект. Вы посмотрите, вот новые вот эти протестанты, или сектанты, вот эти всякие сумасшедшие. У них что, есть институт монашества? Нету. Вы посмотрите на киевский патриархат, который бесславно пал, когда Филарет, так как Труфальдину из Бергамо, так выкручивался служить многим господам. И какой эпилог? У них монахов там может быть 2-3 человека на всю Украину, 35 миллионов. А может такие монахи, как и Филарет у нас, семью, который имел? Чего он расколол церковь? Вы же историю знаете киевского патриархата? Филарет был, он же ж местоблюстителем остался. И он думал, его сейчас изберут патриархом сия Руси. А выбрали совсем другого человека, Алексия. А он же ж приехал на Украину, местоблюстителем был. И ему сказали, все, ты парень хороший, но извини меня, у тебя трое детей и жена неофициально. Это как понять? Ты думаешь, что все тут идиоты, дураки не знают, какой ты мирской образ жизни вел? Это имел семью с тремя детьми, еще имел двух сожительниц. Гарем. Посмотрите, пожалуйста, еще раз говорю, кто хочет разобраться в этой теме, посмотрите, разберитесь в интернете, это все доступно. Все можно найти. Он же сам Филарет с Донбасса. Все прекрасно понимает. И ему не дали, и он назло этого. Нет, я все-таки буду патриархом, руководителем. И пошел на сговор с Кравчуком этим, подлецом, запроданцем, Иудой. И склепали себе баню, новую церковь. Но, видите, наши люди не такие глупые, ничего у них не вышло. И еще хочу, знаете, какую тему поднять? Очень, мне, не знаю, больно, как отцу, в первую очередь. И земляк наш, это Максим Ткачук с Волыни. Максим Ткачук с Волыни, сирота, ребенок с уникальным голосом, уникальный талант. Ребенок настолько красиво поет, ну, обратите внимание, Максим Ткачук. И этого ребенка народ, народным голосованием выдвинул на Евровидение, на конкурс Евровидения. И очередной пилигрим, политический пилигрим, который прилетел вместе с Саакашвили. Нет, он тут был. Ну, неважно, с этой, ну, пилигрим. Ну, я не понимаю, грузин определяет, как... Что больше патриот Украины. Мы интернационалисты, мы коммунисты, но не может какой-то политический проходимец определять не волю народа, это так же, как Зеленский. Украинцы за Лукашенко, а режим Зеленского против. Так же, как украинцы за Ткачука Максима, а Ласания против. Ты кто такой вообще? Кто ты такой? И Максим сейчас нуждается в поддержке. В народной поддержке. Ему не нужно ни слава, ни зла, тем более, ни государственное почтение, почитание. Ребенку нужно просто человеческое спасибо сказать. Человеческое спасибо, что ребенок прославляет Украину. Кто прославляет Украину? Кто? Казнокрады? Кто прославляет? Гей-парады? Или кто прославляет? Прославляет вот такие талантливые дети. Прославляет Усик, который, по-моему, в Миротворце. Да, митрополит Ануфрий, который в Миротворце. Это додуматься. Митрополит Ануфрия. А владыка Павел? Владыка Павел, настоятель Киево-Печерской лавры в Миротворце. Это демократическая страна? Они на Лукашенко кивают. Так у Лукашенко даже в мыслях такого не было, чтобы расстрельные списки публичные формировать. Знаете, иногда спрашивают Михаила, почему вы с братом в Миротворце? Саш, что мы в Миротворце? Миротворец сейчас, кто там? Покойный Кобзон, София, Ротаров, священнослужители, Усик. Многие люди. Это не сайт Миротворец. Это элитарный клуб. Это элитарный клуб истинных патриотов Украины. Ну, там не считая, не знаю, там Тимошенко она сейчас убрали. Порешала. Да, московская зузуля. Порешала. Вот так что Миротворец превратился в элитарный клуб. И я не вижу здесь ничего предрассудительного. Дорогие друзья, давайте мы опять коснемся Белоруссии. Хочу просто напомнить, что хочет белорусская позиция. Сейчас мы по пунктам пройдем. Смотрите, первое. Признание белорусского языка единственным государственным. Где-то я это уже слышал. Нет у вас напоминания, воспоминания, кто, что это делает. Это все как у нас. Сейчас на языковом, на языковой почве начнут разделять страну. И вот вам, пожалуйста, то, что я студентам БГУ говорил. У нас такого не будет. Вот на, пожалуйста, уже будет полный перевод функционирования армии образования на белорусский язык. Убрать русский язык из университетов и школ. Это что такое? Это в стране, где специально два государственных языка. И где все было тихо. Саш, мирная Белоруссия, все было тихо, все было тихо. Казалось бы. Казалось бы. Ну, за деньги можно сделать все. Дальше идем. Введение уголовной ответственности за непатриотичное высказывание. Это как понять? Это то, что мы... На Украине цензура. Канал КРТ. Это поддерживать мнение о том, что Лукашенко избрался правильно. Это не патриотично. Давай канал закроем. Да. И белый флаг коллаборантов. Если я скажу, это флаг коллаборантов, они что будут говорить? Все, статья. Сиди в тюрьме. Хорошо, смотрите. Патриотичность. А кто определяет патриотичность? Да. Это так же, как вот эти. У нас на Украине бред языковые патрули. Или как они там... Полицаи. Да. Как они будут определять, за руку хватать, ну, бредятина. Еще раз говорю. И вы посмотрите, Саш, извини, что перебил, посмотрите, как методично раскачивают республику. Ну, прямо по... И как раскачивают? Режут, как колбасу прямо. И как раскачивают? По национальному, этническому, языковому. Помните в 2004 году, как они делали, Украину делили на три части? А мы тогда еще думали, как так... Что это за бредятина? Тоже такого не может быть, многие кричали. Эпилог какой? 15 тысяч трупов. Вот вам эпилог. Украина 30 миллиардов ВВП. 30 миллиардов, позорище. И знаете, они потом же будут постепенно вот так вот вилять. Я еще что, Саша, хочу напомнить. Ты помнишь, мы сколько раз говорили, это... Хотите, принимайте, хотите, не принимайте. Я скажу сугубо свою точку зрения. Как житель Западной Украины, как человек, который... Вот мы с Сашей прошли все горнило репрессий со стороны власти украинских националистов. Саш, если бы не события, какие они, хорошие, плохие, мы не даем оценку. Мы говорим объективно о реальных вещах. Если бы не Крымская весна и не эта ситуация, я вам говорю, как житель Западной Украины, как Беларусь, офис которого был уничтожен, а я избит с разбитой головой. И мы похищены были. Мы же нас же украли прямо с офиса. Нас бы резали. Ну резали, Саш, что я не так говорю, что ли? Они... их пыл охладил. Охладил. Их кураторов западных. Их, и кураторов, и исполнителей охладил пыл события в Крыму. И вспомните, я же знаю, как русский язык уничтожался, и как тебе претензии бросали. У меня дочка училась, в садике была там. Ой, нет, ты разговляй на украинской мове. А как это все было? Потом Крым. Да нам все равно на каком-то языке говоришь, мы все украинцы. Саш, мы такие хорошие, мы такие прихожие. Они, знаешь, что побоялись? Они побоялись, когда начнут этнические чистки, Володя придет... По Днепру. Да, в лучшем случае. Темнейшие. Но они боялись, что... Все правильно. По Висле. Володя сейчас придет. Вот, то же самое и здесь. Они сейчас будут переобуваться, мы еще к этому придем, мы еще об этом будем говорить. Как они уже дают назад, знаете, как этот рыбак подтянет, отпустит, подтянет, отпустит. Вот что они будут делать дальше. Так, полная... Ну, это, Саш, классика. Полное уничтожение советского наследия. Декоммунизация. Так, переименование улиц, внос памятников и... Вам ничего не напоминать? Знаете, у меня дежавю. Это еще что самое главное. А за декоммунизацией идет деиндустриализация. Все будет уничтожено. Мазбелла, здравствуй, польский унитаз. Потом что? Латифундисты, все эти агрогородки. Кстати, хочу поздравить граждане Украины. Сегодня Николаевский порт, который отправлял авианосцы в плавание и наш знаменитый, знаменитые все наши корабли. Авианосцы. Все, практически все авианосцы Советского Союза, все Николаевские верфи. Так вот, сегодня Николаевский порт продан катарцам. Ну и нормально. Отдан в концессию на 35 лет. На пожизненно. Не, вот и все. Смотрите, земля продана, банки проданы, порты проданы, Южмаш без пяти минут продан. Что у нас осталось? А что нам надо? Нам ничего не надо. Что-то еще какие-то вопросы. Не, я говорю, что у нас осталось? Забирайте. Государство не обеднее. Знаете, в крестьянской стране Украина, я, если честно, я думал, продадут все, кроме земли. Да даже их хрестик нательный сейчас возьмут и... А я, кстати, еще раз повторяю, в эфире у Тараса по блогерам БГУ, я сказал, землю продадут и даже... И никто не писнет, и никто не рыхнет. Нет, у меня вот интересно. Давайте так смоделируем. Или давайте включим мозг, порассуждаем. Янукович отказался подписывать ассоциацию. И народ в неестественной толпою, гневной толпою пошел свергать Януковича. Продают землю. Немыслимое происходит. Продают землю, никто не пикнул. Пенсионный возраст, чтобы убрать пенсионеров с 60 до 67, никто не пикнул. Трудовой кодекс. Трудовой кодекс можно увольнять, убирать. Рабочий день не нормированный. Никто не пикнул. Что это подтверждает? Это, уважаемые телезрители, подтверждает то, что Майдан был инспирирован, срежиссирован за американские деньги. Кстати, они этого и не отрицают. Они этого и не отрицают. Дальше, дальше. Все, вот мы опять к каналу КРТ. Вы знаете, как бумеранг. У нас телеканал КРТ сегодня наравне с Белоруссией ключевая тема. Следующий их пункт. Запрет вещания российских телеканалов и введения обязательного набора каналов из Литвы, Латвии, Польши, Украины. Что у нас делается? Неугодные каналы. Будет Гордон ТВ вещать на Белоруссию. В слове Гордон всегда мысленно меняйте первую букву. Это 100%. И смотрите, вот они приходят демократы. Нет, не первую. Одну из букв. Одну из букв, неважно. Приходят демократы к власти. С чего демократы начинают? Закрыть оппозиционные каналы. Вот вы мне скажите, что это за демократия? Они должны были написать. Любой телеканал не подлежит запрету. Вот что значит демократия. И еще, смотрите, они говорят, мы миру мир, мы за мир, но хотим в НАТО. НАТО, еще раз повторяю, уже сотый раз для чего создавалась НАТО. НАТО создавалась против нас. Против нас с вами. Зачем нам вступать в НАТО? Это что, раздвоение личности против самого себя? Дальше, товарищи, вот насчет НАТО. И вот к этому пункту вы подошли. Вступление в НАТО, замена российского вооружения на натовские стандарты. И когда... Ну, анекдот. Ты понимаешь? Сюрреализм. Ну, сюрреализм. Я бы посоветовал... Фантасмагория. Я бы им посоветовал тупо к психиатру, уже не психолог, Миша. Нет. Это уже психиатр. Это острая фаза. Это глубокий клинический случай. Мне кажется, это просто мы подходим... Белорусская позиция подходит осень скоро уже. У всех шизиков обострения. Так вот, это очень хорошее слово на П начинается. И на А заканчивается. Это Тихановская. И на А заканчивается. Она хоть понимает, сколько ВПК белорусский зарабатывает денег. В Казну. В Казну сколько продает оружие. Правильно ты говоришь. На полтора миллиарда долларов у них госзаказ из России идет. На полтора миллиарда долларов. Это, а не считая Вьетнам. Вы посмотрите, куда Белоруссия продает свое оборудование. А рабочих не сколько. А если бы она немножко включила мозг свой тупой, то где украинская техника ремонтируется? В Белоруссии. Потому что Белоруссия как посредник. И коль мы уже коснулись НАТО, белорусский народ этого не может принять. По крайней мере сразу. Помните, я говорил за русский язык на западной Украине. Сразу после крымских событий. Ой, не надо, не надо улюлюкать, а потом все равно закрутить гайки. Сейчас мы посмотрим видео одной из соратниц Тихановской, что она говорит по НАТО. Хочу уточнить такой момент. Сейчас будут манипуляции от президента нашей страны о том, что мы якобы пытаемся каким-то образом испортить отношения с Россией. Хочу всех заверить. Наша официальная позиция. Мы будем поддерживать дружеские, взаимовыгодные отношения, прагматичные, кристальные, транспарентные для всех. Нам выгодно общаться со всеми нашими странами-партнерами, как с Российской Федерацией, так с Украиной, так и со странами Европейского Союза. И это очень важный пункт. Вот она высказалась, вы сами все видите. Как говорится, тут без комментариев. Она уже говорит, ну нет, мы с Россией не хотели, мы не хотели с Россией разрывать. Ну хорошо, Саша правильно говорит. В НАТО идем, но с Россией будем хорошо. Ты что, вообще идиотка? Или думаешь, что мы? Она в первую очередь белорусский народ за идиотов считает. И вообще нас всех остальных. Вы что, удивляетесь? Вы послушайте, что американцы говорят. Мы скинули ядерные бомбы на Хиросиму-Нагасаки, чтобы приблизить мир. 200 тысяч в миг. Мы пододвинем инфраструктуру НАТО, чтобы уничтожить Россию, чтобы обезопасить мир. Давайте мы лучше, может быть, Вашингтон уничтожим, и тогда мир начнется. Знаете, когда мир будет в Европе? Когда американские войска, все до последнего солдата, покинут Евразийский континент. Вообще мир. И уйдут на территорию Соединенных Штатов. Да, когда они вернутся на свою территорию, вот тогда наступит мир. Пусть страны НАТО, если уже так боятся, просто будут по своим рубежам. Американцы в США, бельгийцы, пусть на границах Евросоюза, стоят там французы, греки. Пусть каждая национальная армия остается в рамках своих границ. А в случае опасности пусть самокупляются, как говорится. Да. Следующие пункты, они очень удивительные, дорогие наши друзья. Запрет на приобретение российского газа и нефти. Россия под боком, все газопроводы, нефтепроводы идут в Беларусь. Нефтеперерабатывающие заводы, вы не забываете, что делает Беларусь. На перерабатывающие нефтеперерабатывающие заводы идет сырая нефть, перерабатывается мазут, бензин и идет назад в Россию. Все порвать, все уничтожить, как и на Украине, завозить жиженый газ будем. Но вы вдумайтесь, тысячи километров будет ввести газ белорусы. 40% дизельного топлива на Украине, это белорусское. СНПЗ. Да, теперь хочу еще этим блаженным, умалишенным вернее, хочу спросить. У белорусов нет порта, нету, как они свой жиженый газ хотят привозить. Через Прибалтику, ты что, одна территория будет, речь посполита. А доставлять как? Подходит к терминалу газ. Я понял, лензовозами эти? Нет, трубы будут, они как попридумывали? А у бомжей есть у Прибалтовых? Те трубы попилим на металлолом с России, а положим новые, американские трубы, подъезжает танкер, выкачивает газ, и он тоже по трубопроводу идет в Минск. Это же дешевле, правильно? Газ в три раза дороже жиженый, еще и строить инфраструктуру. Правильно, зачем нам газ по 100 долларов, мы по 500 будем? Белоруссия там и не по 100 уже берет, там она скоро будет по внутрироссийским ценам покупать. Дальше идем, друзья. Выравнивание пенсионного возраста между мужчинами и женщинами. Женщины, Бабарико, Цепкало, вот эта троица женщин с пониженной социальной ответственностью, в том числе и Тихановская, вам уготовили равноправие. Не надо идти на пенсию в 55, будьте равными мужчинам, идите в 60. С чего ты взял, что в 60? В 60 тут написано. Нет, это она так, на Украине что, кто в 60? Нет, так они же постепенно тоже. А эпилог будет? Сначала они что, как играют, будьте как мужчины, идите, они же не говорят, будьте как мужчины, там какие-то льготы или там, или зарплаты, что мужчина, что женщина получает. Вы видите, как по-изуитски поступает наша украинская власть? Принимают законы, которые вступят в силу через год, через полтора. Да. Да. Она написать написала в 60. Нет, так сначала, не надо шарашить 67-70. Сначала как? Мужчина мы не изменяем, а только женщин пододвинут. Нет, в этой программе... Нет, какой бред, благо женщины будете на 5 лет дольше работать. Ну, действительно за идиотов, вот действительно. И под каждым пунктом, который она написала, который ей написали, там она не в состоянии трех слов связать, ей на западе написали, так вот под каждым пунктом пусть пишет. Сколько рабочих мест будет потеряно, сколько человек деградирует, сколько человек лишится жилья, сколько человек лишится медицинского обслуживания, сколько всего. Вы понимаете, как у нас на Украине случилась катастрофа? Почему с 52 миллионов у нас осталось 30? Мы все бегаем, кричим, что советские... Не мы кричим, а историки говорят, что Советский Союз потерял 27 миллионов во Вторую мировую войну. Украина 27 миллионов потеряла без войны, без катастроф, благодаря реформам. Это вы представляете, 27 миллионов в жерновах борьбы с фашистской Германией и 27 миллионов милые демократические прозападные реформы. И еще, друзья, обижается оппозиция, что Лукашенко их называет овцами. У меня вопрос. Как назвать этих людей? Просто ответьте сами себе и пишите в комментариях в ютубе. И сами себе и у других. Как назвать людей, которые выходят на улицы и поддерживают эти пункты? Женщину уравнять с мужчинами, значит поднять на 5 лет возраст пенсионный. Покупать жиженый газ, уничтожить промышленность. Ну Лукашенко, президент, разве не прав назвав их овцами? Ну действительно овцы, ну нельзя ж по-другому их назвать. Ну как за эти пункты нормальный человек? Отец, мать, сестра, здравомыслящий любой, даже простой сантехник. Как он может выходить? Как? Объясните мне, люди добрые. Ну у вас что, уже полностью мозгов нет? Это, как говорится, человек в здравом уме, вот просто, вы понимаете, просто человек в здравом уме просто прочитает эти пункты. Тут, ну мне кажется, без комментариев. Тут даже не надо ничего комментировать. Введение пограничного контроля на границе с Российской Федерацией. Это главная проблема, ты понимаешь? Это самая главная проблема. Теперь объясняю, что такое. Весь таможенный союз, сейчас единое экономическое пространство, Казахстан, Киргизия, Россия и остальные, вы представляете, это полмира, грубо говоря, полмира, проходит таможенный сбор и контроль только на белорусской границе. Вы представляете, какие деньги колоссальные Беларусь получает только от союзного государства. Граница только белорусская. С Европой. Да, с Европой. И все таможенные сборы идут в казну Белоруссии. А если она поставит границу там, значит, российская экономическая граница будет не на территории Белоруссии, а на территории России. Это минимум пару миллиардов долларов вылетает сразу. И еще, друзья, почему идет такая борьба, вот почему Саша коснулся за границу, вот рассказал немножечко, я сейчас еще добавлю, почему именно за границу борьба и именно за Белоруссию, почему именно ее так шатают, ну черно страшно, вцепились как падальщики прямо в нашу родную Белоруссию. Смотрите, то, что мы всегда говорили, тут не надо быть специалистом, Балта, Черноморский регион. Белоруссия, это единственный маленький промежуток, который остался между Востоком и Западом. Белоруссией хотят Запад, европейцы и американцы убить двух зайцев. Это убить Россию к выходу на европейский рынок, они уже будут контролировать и убить Китай. Шелковый путь Китай, перемещение товаров, перемещение товаров между Востоком и Западом через Украину. На Украине гражданская война, бойня, накрутили американцы, в том числе и против шелкового пути китайцев, чтобы не пустить Китай. Посмотрите, Хуавей блокируют, ТикТок запрещают. Это экономическая война, экономические войны всегда переходили в острую фазу горячей войны. Вспомните, опиумные войны с Китаем, все начиналось экономически. Голландские войны с Великобританией, все тоже экономические войны. Вот с чего все начинается. Перерезать Белоруссию, все, шелковый путь, конструкция шелкового пути Китая развалена, ничего нету. И Россия. Газопроводов нету, нефтепроводов нету, перемещения товаров нету. Вот почему идет страшная черная бойня именно за Белоруссию. Идем дальше, друзья. Там еще несколько таких пунктов интересных. Отмена пенсионных доплат за выслугу лет и определенные виды профессиональной деятельности. Это металлургии, это шахтеры. Ты помнишь, Солигорск, шахты. Мы бастуем, вы идиоты. Да чего вы бастуете? Вы же будете пенсию получать как дворник, без доплат, без ничего. Ну идиоты. Понимаете, я вам смоделирую, уважаемые телезрители, и белорусы в том числе, я надеюсь, вы смотрите. Давайте так, я буду хорошим папой. Вот я хороший папа. Я прихожу домой и говорю, сын, уроки делать не надо. Утром просыпаться не надо, завтракать не надо, мыться не надо, заправлять кровать не надо, жене говорю, на работу ходить не надо, стираться не надо, убираться не надо, за квартиру платить не надо. И мне скажут, вот батя молодец, вот это мы заживем. Эпилог какой будет? то же самое предлагают эти эти коллаборанты то же самое коллаборанты предлагает теперь вопрос через три-четыре дня меня будет ненавидеть вся моя семья и соседи все соседи тоже время самое и она предлагает но нельзя жить как ничего не надо все закрыть запретить работать не смотрите одни запреты нет экономического развития вы послушайте что они говорят запретить уничтожить декоммунизация перекрыть границы все ну бред агрессия 1 какая-то безумие какое-то так идем дальше развивать частную медицину до отмена регулирования цен на нее но вышло вообще больные у нас уже что миша ты говорил уже за химию терапию сколько на на украине стоит напомни да вот напомню пожалуйста химиотерапия 15 17 тысяч гривен одна инъекция их нужно в зависимости от болезни 5 7 8 10 дальше операция 400 тысяч плюс сопутствующий короче наша тетя витебске вот она у неё рак груди химиотерапия операция плюс сопутствующие это где-то около 700 тысяч долларов нужно чтобы и сто процентов никто не дает 50 в белоруссии все бесплатно товарищи зрители бесплатно подчеркиваю она не заплатила ничего и дорогие друзья что они предлагают платите платите перекроем границу не будет поступления в бюджет уничтожим заводы будем закупать все немецкое европейское нету поступлений в бюджет тогда если нет поступлений в бюджет саш тогда надо медицину сворачивать как у нас за какой шиш ты ее будешь содержать за шиш как сказал президент лукашенко за шиш тех овец которые хотят сделать государственный переворот вот тихановская что предлагаю украинские каналы смотрели вот если белорусы смотрели украинские каналы они бы увидели сколько граждан украины умерло так и не дождавшись пересадки органов потому что законодательно но никак не сделано белорусы увидели как лекарня майбутнева построилась и сколько денег украли списали а пусть белорусы посмотрят как у нас укрупнили районы и когда маленькая волынская область имела 16 районов 16 районных больниц как минимум а теперь 4 района из 16 районных больниц останется 4 на миллион жителей это нормально я вам больше скажу уважаемые жители волыни и ровень ровенщины которые тоже будут нас смотреть я вам хочу сказать что после укрупнения волынской и ровенской области административный центр будет в ровно и луцк превратиться непонятное субъект явление непонятное явление теперь давайте с маленького городка 200 тысяч уберем областной совет мчс и все остальные центральные и центральные органы власти это минимум 20000 человек обслуги и все что крутится 20000 итого минус 180 плюс закроются остальные объекты индустрии какой-то ты у тебя знаешь непроизвольно гениально получилось остальные не объекты объекты объедки объект кида и это не оговорка по фрейду это то что ты но это истина остатки объекта объекта остатки объектов остатки объметка ввид к ават кар это тоже died or советского индустрии, объедки. И лишаться тех объедков даже лишаться. Дорогие друзья, давайте немножечко оставим Белоруссию. Мы в следующих передачах будем и не говорить. Мы ее никогда не оставим. Да, давайте мы поговорим еще за Украину. Есть такая страна. Тоже родную наша. Да. Это мы граждане Украины. И еще, знаете, многие в фейсбуке пишут или там под нашим видео всякие гадости. Мы граждане Украины. И нам пишут, что, а как вы относитесь к Путину? Посмотрите, что у Путина. Мы граждане Украины. Мы не должны и не обязаны и не будем давать оценок ни Путину, ни Меркель. Мы можем высказать свою субъективную точку зрения. Соглашаться с ней или нет, это дело каждого. Но идти на поводу и, понимаете, на угоду как они кричат, чей Крым, чей Крым. Так иди, скажи, не мне задавай вопрос, а едь в Севастополь и там на площади задай вопрос, чей Крым. Пять минут ты продержишься или нет? Тут что ты у меня спрашиваешь? Я не крымчанин. Дорогие друзья, осталось несколько минут буквально. Украина на этой неделе разорвала отношения и упразднила, уничтожила торг-представительства. Те, которые действовали после развала Советского Союза с 92-го года. Торг-представительства защищали интересы капитала. Например, торг-представительства Украины в Российской Федерации. Порошенко, когда строил Липецкую фабрику, обращался к торг-представительству и уже они на местах решали, помогали бизнесу развиваться. Взяли, уничтожили. Ну, идиоты, идиоты. И еще, что самое главное, хочу сказать, друзья. Мы от антифашистского комитета подали заявку разместить памятник Эрнеста Че Гевария, революционеру, в городе Киеве. Ну, личность, мне кажется, всем известная. Ни в репрессиях, ни в чем не участвовала под декоммунизацию этих идиотов. Ну, вообще никак не подпадает. Просто личность, которая боролась империализмом, национализмом, нацизмом и западным вот этим агрессивным поведением. Обратились в Киевскую администрацию, Киевская администрация нам ответила, нельзя, нельзя вам ставить памятник Че Гевары в городе Киеве. Вот вам и все. Ну, мы будем дальше давать запросы. Так, дорогие друзья, что еще хотим сказать? Ну, все, наверное, до свидания. Смотрите нашу передачу «Левый взгляд». Встретимся на следующей неделе. Всего хорошего, товарищи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин